Истец требует возмещения морального ущерба, поскольку потерял беременную жену по вине ответчика. Ответчик иск не признаёт. Убеждена, что во всём произошедшем виноват только сам истец. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Дроздина Анатолия Егоровича и несовершеннолетней Дроздиной Юлии Анатольевны. К Кутейкиной Анжеле Николаевне иск заявлен о возмещении морального вреда. Сумма иска 3 миллиона рублей. Всё верно? Да. Всё верно. Анжела Николаевна у нас этапирована из мест лишения свободы, поэтому в судебное заседание участвует представитель Федеральной службы исполнения наказания. Пожалуйста, Анатолий Егорович, я вас слушаю. Вы также представляете интересы Дроздиной Юлии Анатольевны. Это точка ваша, да? Да, моя совершенно верно. Так, пожалуйста. Сколько лет Юли? Три годика. Три годика. Пожалуйста, я слушаю, обоснуйте свои иск. Вот над Анжелой месяц назад состоялся суд по статье 110 УК РФ доведения до самоубийства беременной женщины. Ей дали 8 лет колонии общего режима. Но я категорически не согласен с этим наказанием. Я считаю, что ей должны были дать больше. Все 15 по всей строгости и строгого режима. Вы имеете право обжаловать этот приговор, если вы считаете наказание слишком мягким. Ваша честь, дело в том, что у меня на руках осталась моя малолетняя дочь. И так как я представляю свои интересы и также малолетней дочери, мы требуем взыскать с нее 3 миллиона рублей морального вреда за утрату матери моего ребенка и моей любимой жены. Так, ответчица осуждена за доведение до самоубийства беременной женщины. Это ваша жена? Да, моя жена, да, ваша честь. Так, что произошло, рассказывайте. Ваша честь, Анжела – это моя бывшая девушка. Мы с ней встречались на протяжении около трех лет. Два года из них – это была совместная жизнь. Но это была такая совместная жизнь, что врагу не пожелаешь. Я не мог уже просто с ней находиться. Она ревновала меня к каждой девушке, коллегам по работе, которые мне звонили, по каким-то явным делам. И просто борола устраивала истерики и скандалы. Это просто был кошмар. Это были токсические отношения. Я не мог просто в них находиться уже. И зачем вы два года тогда терпели это? Я думал, что все наладится. Поначалу все было хорошо у нас. Но под конец я не знаю, что с ней произошло, что на нее нашло. Хотя все было хорошо у нас. И она просто... Она не оставляла, конечно, меня. Я решил твердо для себя порвать с ней раз и навсегда. Я оставил ее. Я ее, конечно, разлюбил уже под конец наших отношений. Но она все равно писала мне, звонила. Но я на это, конечно, никак не реагировал. Но вскоре я постричал Катю. У нас завязались серьезные отношения. Мы очень сильно влюбились друг в друга. И через полгода наших отношений мы сыграли свадьбу. У нас позже родилась прекрасная дочка Юля. И вскоре Катя была опять беременна. У нас должен был быть мальчик. Но этого так и не произошло. На шестом месяце его не стало, как и моей любимой жены. А что произошло? Ваша честь, поначалу Анжела доставала постоянно меня. Звонками, смс-ками. Я как-то, знаете, уже свыкся. Не сильно на это реагировал. Но потом она перешла на мою покойную жену Екатерину. Она устроила на нее настоящую травлю. И виртуальную, и реальную. Она ее караулила возле работы, возле дома. Один раз даже набрасывалась на нее. Мы просто не знали, что делать, как все это остановить. Писала в соцсетях различные комментарии. Выдумывала какие-то нелепые истории про нас. Распространяла по знакомым. Да потому что нечего было уходить. Да зачем ты мне нужна была? Ваша честь, дело все в том... А сколько вы с Екатериной в браке состояли уже? В браке мы были... То есть если Юле три года, значит больше трех лет, я так понимаю, да? В браке у нас где-то... Отвечица не могла успокоиться, что вы от нее ушли. Не сразу, Ваша честь. Сначала она доставала только меня. И потом уже, когда она увидела, понимаете, я обрел счастливую семью. Я был действительно счастлив. У нас была прекрасная... Прекрасная дочка Юля родилась. И она... Я не знаю, что ей мешало оставить меня в покое. Я не любил ее. У меня была счастливая семья. И она все равно доставала меня. Потом она переключилась на Катю, да? И чем... В чем это заключалось? Ваша честь, Кате пришлось даже удалиться из всех соцсетей. Она не могла вести даже никакую социальную жизнь. Она просто стала замыкаться в себе. Когда Анжела придумала эти истории, она помимо этого, она в открытую ей говорила, чтобы она умерла. Она писала ей в материалах уголовного дела, Ваша честь, я все это в доказательстве предоставлял. Есть приговор? Да, Ваша честь. Давайте. Также свидетельство о рождении, если есть ребенка, и свидетельство о смерти супруги. Да, я все документы подготовил. Она, понимаете, была прямая угроза убийством. Чтоб ты сдохла, наложи на себя руки, пусть твой ублюдочный ребенок не родится. И говорить это беременной девушке, она прекрасно знала, что она беременна. Как вообще такое можно допустить, что такое говорить беременной девушке? Ну так пусть бы шла от тебя. Что пусть? Ты знала прекрасно, она тонкой душевной организацией и была у меня. Да мне наплевать на это. Зачем ты приставала к нам? Ваша честь. И я, конечно, когда был рядом с Катей, я всячески поддерживал ее. Было тяжело, конечно, но мы справлялись. И тут вдруг мне пришлось уехать по работе в командировку на несколько дней. В этот момент у Кати случилось психическое расстройство. Она наглоталась таблеток и скончалась. И во всем этом виновата Анжела, Ваша честь. Я остался на руках с маленьким ребенком, с нашей дочкой Юлей. У нас не родился будущий сын. Ваша честь, вы не представляете, как меня разрывает горе от этой утраты. И даже эти три миллиона рублей, они не вернут, конечно, мне любимую жену. Ну что мне говорить дома ребенку? Она подходит ко мне, спрашивает, папа, где мама? А я даже не знаю, что ей ответить. Понятно. Значит, вы свои моральные страдания, свои и ребенка, соответственно, Юли, оценили в три миллиона рублей, да? Да, Ваша честь. Понятно. Пожалуйста, ответчица, ваше отношение к иску. Ваша честь, я не согласна с иском. Это почему это интересно? Во-первых, я сейчас обычная заключенная. Угу. У меня зарплата 229 рублей в день в пошивочном цеху. Отлично. Может, имущество есть какое-то? Нет у меня никакого имущества. На что ты ссылаешься? У меня справка есть. А квартира и машины? Сука, чистейшей воды. У меня доход в месяц 5496 рублей. Все, что у меня есть. Во-вторых, я в принципе считаю. А квартира, машина? Да нет у меня ничего. А куда они делись-то? Что ты тут рассказываешь? Что рассказываешь? Я вообще не должна тебе ничего. Я не понимаю, вы искать не признаете, потому что, типа, вам платить нечем или по сути? Я вас спрашиваю по сути. Мне не платить нечем. И по сути считаю, что не должна им платить. Я просто читаю приговор, у меня волосы шевелятся. Это вообще, на самом деле, статья, которая очень редко кого-то привлекает. Я с приговором не согласна. Очень сложно доказать это. У вас, ну, вы прям вот чётко шли к своей цели. Просто к своим 8 годам реального заключения вы прям чётко шли. Вы зачем это делали? В надежде на что? Да я не хотела, я смерти. Анатолий к вам вернётся? Да. У вас всё нормально с головой? Да не за что, как ты не вернулся. Я не хотела ей смерти. Она сама в этом виновата. Серьёзно, вы считали, что если вы избавитесь от Екатерины, то к вам вернётся Анатолий? Серьёзно, что ли? Я не желала ей смерти с этим приговором. Да как ты не желала? Ты писала, сдохни ты, тварь. В приговоре вот по-другому написано. Я не хотела ей смерти. И у нас всё было хорошо. Не так, как он вам тут сейчас рассказывает. Мы хорошо жили. Потом появилась эта Катя. Затуманила ему мозги. Появилась она, когда я тебя уже бросил. Закончили жить. Всё. Один пошёл своей дорогой, другая своей. Ты почему не... А что вы хотели? Ну я хотела, чтобы он вернулся ко мне. Я его всю жизнь любила. Истец, когда говорю я, вы молчите. Прошу прощения. Вы что хотели, угрожая Екатерине? Вы не хотели смерти? Не хотела смерти. Откуда я знала, что она кажется психологической суицидницей? И наложит на себя руки. Я хотела, чтобы она его бросила, и он ко мне вернулся. Понимаете? Я его всю жизнь любила. Указывай ей в смс-ках о том, чтобы она сдохла, да? Я не знала, что она неравновешенная идиотка. Вы рассчитывали так вернуть себе мужчину? В борьбе за свою любовь все средства хороши. Правда? Правда. Если это не противоречит Уголовному кодексу Российской Федерации? Я с приговором не согласна. Это ваша проблема. Я не считаю, что я виновата. Я не считаю, что я виновата. Вы тоже можете его обжаловать. Дрянь-то такая! Ваша честь! Да она просто пытается вас здесь разжалобить! Не слушайте эту психическую больную! Да, конечно! А ты святой! А вот если бы вы были беременной, вы же тоже девушка, правильно? Представляете, вы были бы беременны, и вам бы такие смс-ки приходили. А я была беременна. Он вам не рассказывает. Он у нас святой, замечательный. Ушел, бросил, женился на другой. Наслаждался жизнью с Катенькой. Ребеночка она ему родила. А то, что я из-за него аборт сделала, он же не говорит. Что значит, из-за него сделала аборт? А то и значит, что когда он уходил, я была беременна. И он настоял на том, чтобы я аборт сделала. Вот такой он замечательный. Решили, зачем мне ребенок от такой психички, чтобы такой же больной был, как и ты? Я теперь вообще детей нету смогу. Решение, это же вы принимаете окончательное, правда? Могли бы родить ребенка и взыскать с него алименты. Может быть, тогда бы, кстати, он, может быть, к вам бы и вернулся. Если бы ребенок родился. Я в ее смерти не виновата. Виновата еще как. Доказана вся твоя вина. И приговор ты получила. Да ты сам во всем виноват. Я считаю, что он во всем виноват с самого начала. Из-за него все это произошло. И ничего ему платить не буду. Все понятно. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Слушайте, вы знаете, вот есть секс по телефону. Там пошлости. А у меня веселье по телефону. Пенсионерка решила стать писательницей. В результате коммерческая клиника, находящаяся по соседству, на грани банкротства. Какая связь между этими событиями, узнаем в суде. Она, змеюка такая, не сбагрила никчемного Степана, а себе забрала моего Виктора. Молодец. То есть вы поменялись мужем? Соперницы устроили кровавую битву из-за мужчины. В итоге потерпевшая лишилась трех передних зубов. Почему женщина так сильно хотела вернуть мужа своей бывшей подруге? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Иск о компенсации морального вреда удовлетворить полностью. Взыскать соответчице в пользу каждого из исцов по полтора миллиона рублей. Как лицо, признанное приговором суда, виновным в доведении человека до самоубийства, ответчица обязана возместить близким моральный вред. Как муж, потерявший по вине ответчицы жену и неродившегося ребенка, и как дочь, потерявшая любимую маму, исцы имеют право на моральную компенсацию. Заявленную ими общую сумму морального вреда в 3 миллиона рублей суд считает обоснованной. Иск удовлетворяет полностью. За счет какого имущества будет возмещаться этот вред, это будут уже решать судебные приставы на стадии исполнения решения суда. Все понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Мне очень страшно, что Анжела до сих пор не понимает, что она натворила. И пусть хотя бы дополнительное наказание, хоть как-то ее попытается выразуметь. Он и так мне всю жизнь испортил. Я вообще не понимаю, за что я должна ему платить. Надеемся, вы никому ничего не должны. Расскажите, за что я должна что-то платить? Может, потому что вы опорочили ее честь и достоинство? И вам не придется рассказывать самые интимные подробности своей жизни. Да, спала с этим старым козлом. А понаблюдать за откровениями других можно здесь. Я отыграю. Стой, ну не надо. Далденьги отыграется он. Лечиться тебе надо. Лечиться тебе надо. Дела судебные. Деньги верните. Без этих денег смерть мне. Ты же тещу мою знаешь. Не пропустите. Истец требует компенсации материального ущерба и морального вреда. Ответчик иск не признает. Заявляет, что виноват сам истец. Пожалуйста, я вас слушаю. Обоснуйте свой иск. Какие деньги вам должна ответчик вернуть? И какую она вам материальную вред причинила? Здравствуйте. Меня зовут Саверидов Константин Алексеевич. Я представляю медицинский центр, как раз таки коммерческий. В общем, вся ситуация произошла такая. Мы открылись год назад и дали массированную рекламу. В СМИ и все такое. Также мы дали рекламу в бесплатные местные газеты. И так произошло, что в этой бесплатной местной газете наш номер... Была ошибка. В номере была ошибка. Вместо номера 55 был номер 66. В общем, мы сразу же нашли виновных, сразу их наказали. Но суть не в этом. А суть в том, что ровно, буквально через двое суток мы связались с Светланой Петровной. Все с ней обсудили, заключили с ней мирное соглашение. Сейчас я вам покажу. Вот, пожалуйста, приставы передайте. Все документы через приставы. Расписка также на получение 50 тысяч рублей. Значит, в чем вся ситуация была? Мы выплачиваем ей 50 тысяч рублей. А с условием, одним маленьким условием, что каждый раз, когда будут ей звонить наши потенциальные клиенты, потому что они ошибочно будут звонить по ее номеру, ей просто нужно будет переадресовать на нашу клинику. То есть ничего, по сути, сложного нет в этом. Просто переадресация клиентов. То есть газета уже вышла в тираж? Да, да, она ушла. И пошли звонки, и вы просили ответчицу, чтобы все, кто звонит по поводу услуг вашего центра, она направляла по правильному номеру телефона. Так, и вы за это ей заплатили 50 тысяч рублей. Человек 50 тысяч, прошу заметить, потому что, ну, большая сумма из этих цен. Ну, у вас здесь написано еще в условиях мирового соглашения, что вы как бы из-за доставленной неудобства. Да, все-таки, я думаю, что много звонков. А это домашний номер, да, телефоны стационарные. Ваша честь. Так вот, мы с ней все подписали, все урегулировали вроде, и попросили ее предоставить. Все так и было. Первый месяц все так и было. Но потом просто у нас, во-первых, произошел резкий отток клиентов. Светлана Петровна, оказывается, оказывается... Сама начала лечить ваших клиентов? Если бы лечить, она начала такие байки говорить, просто невероятные байки. Там что-то... Байки? Байки. Вот, допустим, вот наш сотрудник, якобы клиент, позвонил по номеру Светлане Петровне. Так. И знаете, что мы услышали? Алло, это клиника? Клиника закрыта. Следствие у нас тут идет. У нас в подвале три трупа обнаружили. Неизвестно кого. Это как? Пациенты? Нет, не волнуйтесь, не пациенты. Это какие-то бомжи. На них эти интерно тренировались. Лечили совершенно безнадежных, но, видимо, недолечили. Ваша честь, где я говорю, что эта клиника здоровья превыше всего? Можно еще одну взять, Ваша честь? Нету ничего конкретного, указывающее на их клинику. Еще есть какие-то? Еще есть. Давай, ставь. Здравствуйте, клиника? Клиника. А можно к окулисту записаться? Нет, нельзя. А что такое? Ой, вы знаете, тут такое произошло. Он одну девушку вылечил, у нее зрение плохое было, ничего не видела. А он ей зрение-то восстановил, она в зеркало, как на себя посмотрела, вся в прыщах. Все, у нее аффектное состояние, она скальпель схватила, и этого окулиста в нож, и этим скальпелем живот-то ему воткнуло. Он сейчас операционно его оперирует. Угу. Ну, Ваша честь, ну где сказано, что эта клиника здоровья превыше всего? Как бы, ладно, если вот одна-две аудиозаписи, окей, так их-то масса. Их-то, их просто масса. Мы просто, ну, не один раз звонили, не два, там больше, просто здесь еще очень их много, не будем включать все. Также у нас была ситуация просто, просто в голове не укладывается. Мы сидим у себя в поликлинике, резко залетает там он, всех мордой в пол, и они говорят, ищем психа. Искали психа, который должен устроить апокалипсис. Ну вот, и нас мордой в пол, и все, начали выяснять, из-за чего, как, благо все разошлись миром. А могли, я не знаю, клинику закрыть вообще на очень долгое время. Я не знаю, как это произошло. Но это, кроме как... Вы не знаете, а меня обвиняете. Ваша честь, вы меня извините, но это огульно. Значит, 50 тысяч рублей, как я понимаю, вы просите вернуть, это по этому мировому соглашению. Да. Потому что его условия не выполняет отвеч. Конечно, да. Она не перенаправляет к вам клиентов, а рассказывает им истории, и из-за этого они не хотят идти в вашу клинику, да? Да. Так, а 100 тысяч рублей, материальная компенсация, что это? Понимаете, что у нас сейчас сама клиника уже почти разорена, можно так назвать, потому что мы почти банкроты. У нас нету клиентов, а как чего? У нас масса увольняется у врача. Я их могу понять. У нас гинеколог-фетишист, а уролог по запаху определяет, какая болезнь. По рассказам Елены... Нормальный у вас специалист. И мы просто... Так, я вас понял. То есть материальная компенсация, это ваши как бы убытки, вы посчитали, да? Эту сумму убытки, из-за того, что вот те клиенты, которые звонят, не приходят к вам. Что о нас на форумах пишут, ваша честь? Что о вас пишут на форумах? Совершенно неадекватный колл-центр. После такого разговора нет никакого желания заходить в клинику. В этой клинике убивают людей. Женщина из колл-центра рассказала о трупах в клинике. Пересажать всех врачей-убийц. Ну, представляете, у нас просто репутация... Так, давайте мне все вот эти ваши распечатки. Забирайте. Так, ваша позиция понятна. Пожалуйста, Светлана Петровна, как вы относитесь к заявленному к вам иску? Ваша честь, отрицательно отношусь и ничего не признаю. Почему? Вот смотрите, он только что сказал колл-центр. Изначально, когда год назад пошли эти звонки, я ничего не могла понять. Но я на самом деле не могу быть клиника, какая клиника. Потом они на меня вышли. И мы заключили мировое соглашение за 50 тысяч. Я буду отвечать, объяснять, извиняться и называть их номер телефона. Я спросила сразу, как долго это будет? Ну, говорит, недели-две, а вообще реклама живет не больше месяца, поэтому вот месяц. Но я думаю, я пенсионерка, 50 тысяч, но я поработаю. Я буду вежлива, я буду так, как все, как договорились. Время идет, месяц закончился. А звонков много было, Светлана Петровна? Вот изначально было 20-30 звонков в день. Это много. 20-30? И каждому объясни, и по-хорошему объясни. А вы знаете, сколько неадекватных людей? Они не успели начать работать. Могу себе представить. Так, сейчас я буду говорю. Это невозможно. 20-30 звонков в день, вы понимаете? Да, давай, давай. Нет, давайте обратимся, возьмем распечатку. Это не вопрос. Давайте возьмем распечатку. Ради бог. А что ж вы ее не взяли? Вы тут приготовили документы? Ну, я даже не думаю, что вы такое можете придумать. 20-30 звонков. Потому что вам это невыгодно. Да вы я не... Да, не надо говорить. 20 секунд, не надо. Не надо ругаться с представителем ИСЦА. Мне рассказывать. 20-30 человек. Я тоже, извините, не думаю. Я жалочки ставила. Это поначалу было 20-30 человек. Сколько я им людей привела? А месяца через три, знаете, что началось? Начинаются звонки. Ваша клиника, у вас какие цены вы задрали? Где вы такие цены видели? Это во-первых. Второе, так я говорю. Второе, значит, анализы поназначал врач Иванов на такую-то сумму, а пошла в другую клинику, там в два раза меньше. Я в вашу клинику больше не пойду и отзывы там где-то напишу. Я еще извинялась перед ними. А дальше больше. То есть звонки начались не только по поводу записи в клинику, а уже с претензиями. Да, выгущаться люди начали с претензиями. А я это все должна, вот это ханство выслушивать. И я же еще старалась по-хорошему, успокоить людей. Они мне должны еще сколько денег. А они мне 50 тысяч заплатили. И я год на них работаю. Год целыми днями. Это разве нормально? А рассказы какие пошли? Женщина звонит, плачет. Про рассказы, про ваши рассказы. Да, вот это сейчас. Это что там вот про трупы? Зачем вы вот этим вот занимаетесь? Слушайте, это было уже последнее время. Там нигде нет. Я уже рассердилась, потому что почти по 40-50 звонков. Люди, я вам скажу, неадекватные. Один звонит и говорит... То есть это вот год прошел, и все равно количество звонков не уменьшается. У меня личной жизни нет вообще. Я с подругами не общаюсь. У вас времени нету на подругу? Вообще нету, да. Целый день на телефоне сидишь. В том-то и дело. А подруги, я сама на пенсии, они на пенсии далековато живут. Сильно не наездишься. А номер телефона сменить, допустим? Да. Отключить звук? А как? А мне самой позвонить? Я же тоже как-то хочу общаться. А я если номер телефона поменяю, я всем своим пенсионеркам перезвоню. Хорошо. Они пока позаписывают, а потом бумажку забудут, где с телефоном моим. Опять-таки, и мне 20 лет этот телефон. Я почему из-за них должна менять? Они не хотят за рекламу заплатить. Ваша честь, за 50 тысяч можно было курьера личного нанять, который, чтобы всем вашим подружкам просто вот так вот держите номер. Вот когда вы мне будете по 50 тысяч платить каждый месяц. Так вы заплатили 50. Целых 50 тысяч. Ну, даже если на год разделить это по 4 500 в месяц на отбавках пенсии. Ну, вы что? Ну, 4 500. Раздели, как я же с утра до вечера на вас работала. Смотрите. У меня того, гляди, уши уже слушать перестанут. Давайте ближе к сути. Вы почему начали рассказывать вот эти истории про трупы, про психику? Да потому что у меня нет общения. Они же меня этого лишили. Так у вас подружки есть. У вас же подружки есть. У вас, видите, какой наглый, бессобестный. Вот это вот их нет. Представительница, я очень вас прошу, даже разностоятельно, рекомендую не перебивать ответчика. Иначе будут штрафы. Ну, просто тяжело, когда такие вещи говорят. Все. И вот, смотрите, да, конечно, общения у меня нет. А я человек такой, ну, сама по себе коммуникабельный. Эти, они меня просто вот замучили с этими звонками. Вот один звонит. К хирургу. Срочно к хирургу. Запишите. Вот сейчас. А я уже дело к вечеру. Я уставшая. Я ему говорю. Ой, слушай, звони завтра. У хирурга труп. И трупку положил. Он на следующий день звонит. А что там с трупом? Я удивилась. И тут я ляпнула. Ляпнула. Говорю. Расчленили, положили в холодильник бутербродом. Хочешь бутербродов? Трупку положил. Он на третий день опять звонит. Что там с трупом? Я говорю. Ты вообще, говорю, соображаешь, что я тебе, говорю, вот лапшу на уши вешаю. То есть ему прям интересно уже было эту историю. Да. То есть они вам как сериал, да, смотрят, вам звонят и узнают новости. Вот знаете, вот есть этот по телефону. Там пошлости. А у меня веселье по телефону. Я вот с кем вот так общалась? Они же мне до сих пор... У вас занимательная история про трупы по телефону. Совершенно верно. И вообще, да, я стала вот... Ну, расскажите, расскажите что-нибудь. Ну, что-нибудь такое. Я говорю, ну, сейчас расскажу. И пошла. Ну, вот у меня талант такой литературный. Вот объявился. Раньше не было. А вот на пенсии появился... То есть вы фантазируете и рассказываете им такие истории? Но я ни разу не сказала, что это клиника. В том числе из-за того, что уже устали от этих звонков. Да нет у меня уже, конечно. Вот вы знаете, то не фник звонит, то на фнак звонит. Не называла. Ваши клиники никогда не говорили? Не называла. Не было. Никогда. Есть доказательства, что именно про вашу клинику рассказывал ответчик? Ну, Ваша честь, здесь даже косвенно понятно, что про нашу клинику. Ну, номер указан неверно. Мне не понятно, что косвенно. Мне не понятно. Как непонятно? Тут все понятно. Ты 5-5 номер, 6-6. Вот. Если бы мне год, на протяжении года, по 50 человек в день звонило, я бы им еще не такое начал рассказывать. Про вашу клинику. Поверьте. Вот вы сейчас всех собак на ответчик спустили. А вообще... Хорошо. Она здесь абсолютно не виновата в том, что сменили ее номер. Телефон перепутали. Вот кто перепутал, к тем и предъявляйте. Ваша честь, хорошо. Честное слово. Хорошо. А почему тогда она не обратилась к ученицам? Напали на обедную Светлану Петровну. А у нее вот фантазия такая бурная. Талантливый человек. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она, змеюка такая, не сбагрила никчемного Степана, а себе забрала моего Виктора. Молодец. То есть вы поменялись мужем? Никого не удивляет, когда две женщины хотят единственного мужчину. Но почему дамы подрались из-за того, что одна хотела вернуть другой своего мужа? И кому он в итоге достался? Узнаем в суде. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив совокупности все представленные суду доказательства, решил, заявленный иск оставить без удовлетворения за необоснованностью. Суд не обязывает ответчицу вернуть компенсацию за вызванные неудобства, выплаченную ей по мировому соглашению с клиникой, поскольку ввиду ошибочного указания номера телефона ответчицы в газете, неудобства, вызванные шквалом звонков, действительно возникли и не прекратились до сих пор. А то, что клиенты звонят именно ответчице, не ее вина, а тех, кто указал ее номер телефона в рекламной публикации. Таким образом, иск не обоснован и удовлетворению не подлежит. Все понятно в решении суда? Все понятно. Это все дело закрыто. По вине вот таких вот безумных старушек просто клиника разорится, и что делать дальше просто? Спасибо большое. Что еще могу сказать? Но вот так им и надо за их жадность и желание обмануть. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Здесь действуют правила. Кто первый встал, того и тапки. Если вы не можете вернуть свои деньги... Деньги верни! А, вот тебе! Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Ненавижу тебя, урод! Истеричка! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Вы можете обложиться законами, по которым вам что-то положено. Но я всегда найду тот, по которому вам не положено ничего. Это бесплатно. Истец требует выплатить компенсацию за выбитые зубы. Ответчик исковые требования не признает и считает, что подруга пострадала по своей вине. Я вас слушаю. Обоснуйте свой иск. Ваша честь, я хочу, чтобы ответчик компенсировал ущерб, нанесенный моему здоровью, в размере 160 тысяч рублей. Дело в том, Ваша честь, что она меня избила, когда я была у нее дома. И причем соседи были свидетелями этого. Они, собственно говоря, и вызвали полицию, которая составила акт. Было возбуждено уголовное дело. По статье 115 УК РФ, умышленное причинение легкого бреда здоровью. И ответчик была признана виновной. Сама виновна. Нет, это не правда. И в чем заключались ваши травмы? Ответчик одним ударом, кулаком, выбила мне три передних зуба. Вы посмотрите, какая она мощная. Ей это вообще ничего не стоит. Я просто спортом занимаюсь. Да, молодец. Так, то есть три зуба вам выбила. Я выбила три передних зуба. И я была вынуждена обратиться в стоматологию, где мне за это все дело насчитали 160 тысяч рублей. Потому что, как вы знаете, стоматология довольствия не дешевая. А это передние зубы, Ваша честь. Мне очень обидно, потому что я за всю жизнь к стоматологам не обращалась. У меня все было прекрасно, с улыбкой. И вот спасибо этой мадаме удружила сразу три зуба. И пришлось ставить импланты, соответственно, теперь... Я не знаю, я ужасно из-за этого себя чувствую. Что за причина-то была? Почему такое агрессивное поведение было со стороны Ольги Юрьевны? Примерно около года назад. Ответчик, можно сказать, сбагрила мне своего мужа под предлогом того, что он такой классный. Он так хорошо зарабатывает. И я-то ему нравлюсь. А у них любви нет, у них все закончено. Отношения все уже из себя изжили. Она готова была его отпустить ко мне. Ну, я уши-то развесила. Подумала, что хороший вариант для меня. И они с ним развелись. А мы стали жить вместе, после чего поженились. Но, Ваша честь, каково же было мое разочарование, когда оказалось, что этот мужчина, Степа, это просто самое бездарное существо на свете. Потому что все, что он делал, это валялся на диване, это опустошал холодильник и разбрасывал вещи по квартире. Все. То есть, а еще самое главное, что он оказался безработным. Вот эта вот деталь. Ольга почему-то у нас забыла упомянуть. Правда? Подождите, то есть вам, ну, если даже не знаю, как заменить слово «збагрила», своего мужа, ответчик, вам предложила, что она с ним хочет развестись, и вам его предложили. Уже нету, да. И вы его взяли. И да, я взяла. И очень сильно Ваш честь жалею, потому что в определенный момент... А как муж-то зовут? Степан. Степан. А вам, Степан-то, вы раньше-то знакомы были со Степаном? Ну, конечно, знакомы мы были, да. Ну, так, в принципе, симпатичный парень мне нравился. Я не знала, что там внутри в их семье происходит, что на самом деле это все вранье. Да надо было свою семью смотреть, следить за тобой. У меня был мужчина. Нет, понимаете, ну так вроде мужей-то не выбирают. Вот я следила бы за ним. Вроде так мужей-то вот как-то не выбирают. Надо... Да сама она увела. Узнать, так сказать. Я ничего не уводила, не правда. Да, он был симпатичный. Вам она его пререкламировала, вы и взяли, понимаете? Ну, так бывает, сгубила, ваша честь. А проверить основные характеристики. Да, что он умная. Вы знаете, мужчины могут очень хорошо запудрить мозги. И сначала он показался мне очень даже хорошим, замечательным. Так надо было сначала узнать. Темперамент, что там у нас еще, уровень дохода, образование. Самая же новая. Наличие судимости, приучен ли к туалету. Тест-драйв пройти, в конце концов, сравнить, так сказать, с другими. А вы его за руку и в ЗАГС сразу. Согласна ваша честь, сгубила на тот момент. При том, что у меня был мужчина, Виктор, Виктор. То есть, вроде, неглупая женщина. Он был перспективным. Вроде. В тот момент, я не знаю, голова была затуманена, мозги, где мои были, не знаю. И в итоге выбрала я Степана, буквально кота в мешке какого-то. Ну и все, Ваша честь, меня это достало, все. Я решила с ним тоже развестись и развелась же. Но вы понимаете, он как вот банный лист. Вот он все равно в моей квартире находится. Никуда уходить не хотел. Полюбил тебя, значит, видишь, никак. Да нафиг бы такая любовь мне была нужна. Я уже и через суд его с регистрации сняла, и вызывала полицию, и замки меняла, чтобы он просто уже ушел от меня. Но нет, понимаете, это, знаете, из разряда тех людей, которых вот не в дверь, так он в окно. И буквально в смысле, через соседа договаривался, вынесал через балкон. Подруги, есть у вас еще? Да. Ну вот надо было его по цепочке-то и передавать тогда, раз уж вы на такую схему согласились. Ну, Ваша честь, это, конечно, смешно, если бы это не была моя жизненная ситуация. Так же бы устроили бы ему рекламную кампанию, подшаманили бы его к парикмахеру сводили. Ну вот когда я совсем уже отчаялась, я уже пошла обратно к ней, говорю, забирай своего благоверного обратно. Она говорит, нет, он мне больше не нужен, ну, понятно, что он ей больше не нужен, но, Ваша честь, самое интересное, кого я обнаружила у нее в квартире в этот момент. Кого? Это был Виктор, мой бывший, то есть она, змеюка такая, взяла и его под шумок увела. То есть мне сборок-то, не к темного, Степана, а себе забрала моего Виктора, молодец. То есть вы поменялись мужью? Да, но так не было запланировано, по крайней мере, но изначально. Но обмен был, я так понимаю, неравноценным. Абсолютно верно, Ваша честь. Ишь ты какая. Я ей высказала все, что я о ней думаю, и в итоге она со всей агрессией как налетела на меня и одним ударом мне выбила три зуба в Вашей честь. Что в итоге? Я остаюсь без своего Виктора. Она сбагрила мне Степана, она меня покалечила. Давайте мне ваши медицинские документы. Да, Ваша честь. Все, что касается стоматологии. У меня дискретансы и стоматологии. И я так понимаю, приговор в отношении ответчицы, да? Да, да, ученица. По 115 статье. По 115 статье, да. Так, какое наказание это было? 40 тысяч рублей штрафа. 40 тысяч рублей штрафа. Я его оплатила. Да, штраф-то я оплатила, вопросов нет. Ну, да, я вообще не буду платить. Штраф оплатили государству, а вот Тамара Львовна требует теперь, чтобы вы еще стоматолога ей оплатили. Ольга Юрьевна, как вы относитесь к таким требованиям и заявлениям? Ну, я вообще-то с этими исковыми требованиями вообще не согласна. Да, кто бы сомневался. Ваша позиция, пожалуйста. И платить я больше ничего ей не буду, потому что она виновата сама. В чем? Потому что она сама ко мне прибежала. Ну, говорит, забери своего Степу, Степочку заберите обратно. Она орет на меня, кричит, дрянь. Самое главное, что она выдала моему Виктору, моему мужчине, самую главную тайну мою, что я не могу иметь детей. Подружка называется. То есть она не имела права этого говорить. Специально. Это была наша тайна. Ты не имела права мне сбагривать никчемного мужчину. И дальше что? Сама его увела. Мужчина, между прочим, Степан, он очень падкий на женщину. Она его увидела и начала хвостом вилять перед ним. Конечно, он за ней побежал. А она вертихвосткой увела. Разлучница. Да, конечно. Нужно мне было. У меня был свой мужчина. Зачем я твой Степан? Еще потом на меня жена орала, тайну эту выдала. В итоге мужика-то и увела. Виктор, между прочим, ее, он сам ко мне пришел. Я его не уводила. И никого не сбагривала. Да, прям сам так взял и пришел в твои дети. Я тебя не уводила. Я тебя, я не уводила. Я тебя, я не уводила. Я вообще-то женщина видная. В каждой избушке свои погремушки. И мы больше счастливы без тебя, между прочим. Ваша честь, нет. У кого заявлен свидетель? Да, у меня есть свидетель, который докажет, что никого я не провоцировала, что виновата только она сбагрила Степана, увела Виктора, покалечила меня. И свидетель сейчас все расскажет, как было. Это наша общая подруга Валентина Сергеевна Фролова. Павел, пожалуйста, пригласите свидетеля истца в зал. Свидетеля истца, войдите. Добрый день. Здравствуйте. Пройдите, пожалуйста, к истеце. Представьтесь. Фролова Валентина Сергеевна. Валентина Сергеевна, вы знаете истца и ответчицу? Да, мы вообще все в траве подружки. Вы подружки. Какие подружки? Таким подружками враги не нужны. Ну, это кому еще повезло. Вы что-то можете суду показать по поводу вот этой ситуации конфликтной, которая произошла между дамами, в результате которой трех зубов лишил ассиститься? Я считаю, Ваша честь, что Тамара должна получить этот ущерб, эти деньги, которые ей пришлось потратить на восстановление. Если я решу, должна она или не должна, по поводу ситуации самой, что-то можете показать? Ну, то, что Степан не работает, знала только я, оказывается, собственно. А тут мы как-то вместе сидели, и тут Ольга Тамария рассказывает, что у него прекрасный муж восхитительный, и подарки дарит, кольцо с брюликом подарил, и работает, и заботливый, и в постели шикарный. Ну, собственно, я подумала еще, может, Степка, и правда, изменился. Ну, и промолчала. А потом через время узнаю... Кто ж такого шикарного мужа-то отдает просто дам? Да вот, не знаю, вот реклама... И кольца дарит бриллиантовые, и в постели хорошее. Вот так работает Степан. Такая корова нужна самому, да? Да. Нелогично, правда, Ваша честь? И, собственно, Степан, он через время, да, ушел к Тамаре, как и было. И потом Ольга быстро побежала на развод подавать. Получив развод, уже Ольга такая мне говорит, что... А ты знаешь, говорит, а ведь он бы не ушел просто так от меня. Его же как-то надо куда-то девать. Да, конечно. Он же не уйдет никуда. Тебе такое дело вообще до этого? Какое двое собачье дело? Обидно. Как ответственная жена, Ольга Юрьевна пристроила своего мужа в хорошие руки. Получается так. Да? Так-то жалко все равно, просто на улицу. Просто так пристроила, хорошо, подруги. Просто так бы он не ушел. Ей нужно было просто от него избавиться. Вот и все. А то она что-то уводила, да? Нет, не уводила. Ну, конечно, опять веришь. Ты мне на блюдечке его золотой ковемочкой вот так вот припустишь. А по поводу Виктора, вообще-то вы, ну, именно вот по поводу конфликтной ситуации, о том, что произошла драка. Ну, собственно, как-то получается, что они обвинялись мужьями, да, Ольга взбавила Степана, а через время уже Виктор, когда хотел вернуться... Проживал с Ольгой. Да. Да, ну вот Тамара Львовна рассказала тайну, которая была у них общая. Да, это самое важное. Подруги, она с ней поделилась о том, что не может иметь Ольга Юрьевна детей. А для Виктора это существенное значение? У вас сейчас какие отношения с Виктором? Очень хорошие. Ну, существенные. На тот момент все пошатнулось. Он детей хотел или что? Конечно, как нормальный мужчина. Да я бы тоже хотела. Я только ей рассказывала. Она такое выдала. После того, как ты со мной поступила, ничего удивительного. Как поступила? Увела мужчину у меня. Потом еще тайну эту раскрыла. И еще я и виновата. Ольга Юрьевна, у вас тоже у вас логика-то где? Вы сначала подругу так подставили. Ну что ж вы не знали, что у вас Степа такой вот домашний кот, который только на диване лежит. Никто не уводил. Сначала подругу подставили, потом обвиняйте ей, что она кому-то что-то рассказала. Отсутствие логики. Гулящие все. Так, все, у меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Ты думай чем-то вообще. И вот сейчас все точки над «и» будут расставлены. И наконец ты все выплатишь. Что ты мне должна? Сама виновата. Я уже выплатила свою. Это не мне, а за зубы ты заплатишь именно мне. А тебе то, что я должна? В смысле? Ты меня похорещила в прямом смысле слова. Конечно. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, показания свидетеля, оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить. Взыскать с ответщицей в пользу истицы 160 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного здоровью. Ответчица приговором суда признана виновной в причинении легкого вреда здоровью истицы и как потерпевшая истица имеет право на возмещение от виновного лица стоимостью услуг стоматолога. Суд удовлетворяет иск в полном объеме и взыскивает все 160 тысяч рублей, затраченные истицей на восстановление зубов, поскольку, согласно положениям статьи 1083 Гражданского кодекса, расходы на лечение не подлежат уменьшению, даже с учетом вины, грубой неосторожности или провокационного поведения самого потерпевшего. А также в случае, когда вред причинен умышленно, что мы имеем в данном случае. Поэтому, даже несмотря на душесчипательную историю про нерадивого мужа и разболтанные личные секреты, уменьшить сумму ущерба суд не может в наставании закона, поэтому придется возместить все 160 тысяч рублей. Это все, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Пусть скажет спасибо, что я еще на моральный ущерб не подала, потому что столько, сколько я намучилась с этим Степаном, гробу не пожелаешь. И даже с выбитыми зубами это ни в какое сравнение не идет. Я не понимаю, что значит сбагрила кота в мешке. Степан не котенок. И вообще, хочешь замуж, выходи. Не хочешь, не выходи. Я тут при чем? Еще такой долг выплачу. Это Дмитрий Агрис. Нельзя исправлять последствия одного преступления, совершая другое. С ним расслабляются. А что же вы долг не списали, как обещали? А я и не обещал. А зря. Ваша позиция чем-то подтверждена, кроме вашего личного мнения. С личным мнением в суд не ходят. А это Николай Бурделов. Нравственность прежде всего. Именно нравственность является основой общества. Его боятся. Оштрафуют. И напрасно. Требуют не вернуть деньги, а возместить обиду. Это разные вещи. Не пропустите дела судебные. Деньги верните. На нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...